Моя гостья, индивидуальный предприниматель Юлия Попова-Анущина. Юлия, здравствуйте. Здравствуйте. Юлия, в городе вы известны как мастер по изготовлению северного пряника козуль. Вот результаты вашей работы здесь у нас представлены. Все замечательно, красиво. А как к такой красоте пришли? Как начинали? Кто поддерживал на первых порах? Начинали пять лет назад. Дома. Ведь козуль и архангельский пряник, они известны прежде всего как домашнее лакомство. Как и многие мои коллеги, пекла на дому. Потом денег, честно скажу, не хватало. Родила второго ребенка. Надо было оплачивать частный садик. И решила из домашнего угощения козуль сделать нечто другое. Начинала, конечно же, нелегко. Ну а кто поддерживал? Конечно же, семья, конечно же, мама, конечно же, муж, конечно же, дети. Близкие поддерживали. Первые, скажем так, счастливые обладатели козуль были в восторге. А вот, скажем так, государство как оказывало поддержку? Ну, хотя бы в момент регистрации вас как предпринимателя? Конечно же, зарегистрировано ведь. Конечно, регистрируют всех желающих. Ну, я не знаю, кому отказывают, если честно. Вы хотите стать, вас зарегистрируют. Государство, конечно же, поддерживает. Открою секрет тоже как индивидуальный предприниматель. Ну, я имею в виду о том, что как решили, скажем так, вот уже выходить, скажем так, на поток, на конвейер, организовать свою продажу в том числе. Ну, надо было что-то менять в жизни. Не надо бояться делать первый шаг. Первым шагом, я так понимала, к росту моему, как предпринимателю потенциального тогда, надо было зарегистрировать ИП. Я зарегистрировала ИП. Потом я видела информацию о том, что можно получить определенную сумму на развитие собственного отдела. Написала бизнес-план, защитила его, и мне выдали бюджетные деньги. То есть были максимально проинформированы в этом плане. А вот сейчас сколько у вас, скажем так, на предприятии трудится человек? Каков штат? Десять человек трудится. Двое новеньких у нас. То есть вы не просто индивидуальный предприниматель, который работает на себя, но и работодатель. Конечно, конечно. То есть у нас социальная, скажем так, ответственность бизнеса в этом плане. А по помещению, как вы его арендуете? Да, я его арендую. Вот в плане аренды, знаю, что в том году не повышались вроде как арендные ставки, если речь идет о муниципальных помещениях. У вас в этом плане как? Не давят ли, скажем так? Нет, не давят. Мне повезло с теми собственниками, у кого я арендую помещение. Мы всегда находим общий язык, они идут навстречу. Ну, я думаю, что повышение, конечно же, неизбежно. Но не в вакууме живу, я понимаю, почему происходит повышение. А вот не боитесь ли сегодня, скажем так, конкуренции? Ведь очень, скажем так, модным трендом сегодня стало заниматься в том числе изготовлением козу. Замечательный вопрос. Не боюсь. Я рада тому, что кто-то еще выходит на рынок. Это что означает? Это означает то, что кто-то что-то еще пробует сделать. Значит, надо меняться. Значит, надо что-то делать новое, чтобы нравиться своим покупателям. Если ты будешь нравиться покупателям, он будет к тебе приходить и первый, и второй, и третий раз. Это как в спорте. Если хочешь победить соперника, надо стать еще сильнее. Это здорово, когда появляются коллеги. Я не называю их конкурентами. Это коллеги. Спасибо им за то, что они есть. Сегодня вы уже говорили о поддержке, в том числе и со стороны государства. О субсидировании малого бизнеса. Вас каким образом этот момент коснулся? Или в ближайшем будущем планируете, скажем так, оформить заявку на некую субсидию? Я уже говорила, я получила первые деньги на открытие собственного дела. Это было 300 тысяч рублей. Это сумма, она позволила мне арендовать помещение на первых порах, закупить необходимое оборудование. Благодаря вот этой, я считаю, мощной поддержке, я и решилась на открытие своей первой в Архангельске пряничной мастерской. Конечно, хотелось бы еще получить поддержку, потому что мы сейчас пытаемся развивать новое направление. Это направление мастер-классов и музейной пряничной деятельности. Это новое, я считаю, это востребованное направление. Будем сами пробовать развивать его, но если нас поймут и нам помогут материально, скажем так, это будет здорово. Но если не будет оказана поддержка, я все равно не буду расстраиваться, я буду двигаться дальше. А материальной помощи как раз банки сегодня оказывают ее молодым предпринимателям, начинающим, уже состоявшимся малому бизнесу. У вас с банковской сферой какие отношения сложились? Я не назову свой опыт общения позитивным, положительным. Я очень остороженно отношусь и побаиваюсь, скажем так, кредитов. Я ни одного кредита не взяла. Ну и когда я обращалась в банк, пару раз пыталась взять кредит, мне было отказано. К сожалению, вот так получалось пока. Ну, может быть и к счастью, потому что буквально на форуме недавнего предпринимательского в Москве было отмечено, что кредит это проблема, которая возглавляет сегодня список самых наболевших и волнующих для предпринимателей, тем более в эпоху кризиса. И как раз президент Путин сказал, что финансовый кризис открывает новые возможности для бизнеса. И солидарно с мнением президента и бизнес-консультант по торговым технологиям Наталья Мчидлидзе. Давайте послушаем ее. Если коснуться малого и среднего бизнеса сегодня, то на рынке останутся действительно те, кто сегодня умеет правильно выстраивать стратегии. В обзорах показано, что 50% магазинов будет закрыто в течение 2016 года. Поэтому тот, кто хочет выжить, он должен сегодня отрабатывать всю работу, строить своего бизнеса с ориентацией на конкретную целевую аудиторию. То есть оптимизация ассортимента должна быть, улучшение сервиса и обслуживания, цены, по которым готов платить покупатель сегодня, и много-много технологий, которые сегодня позволят удержаться на рынке. Предпринимателю сейчас нужно прежде всего использовать кризис как возможность. То есть тщательно проанализировать все свои затраты. Отработать каждую статью на возможность сокращения затрат. Если вы уже сейчас погрузились в минус, то есть у вас минусовой показатель прибыли, я бы задумалась о вопросе смены бизнеса, закрытия бизнеса, и таким образом возможности сегодня выжить. Юля, ну вас кризис, скажем так, коснулся, ощущаете ли его, и будете ли его использовать как возможность некую для дальнейшего планирования стратегии? Скажу вам честно, продажи упали, но это не означает, что мы будем опускать руки и ничего не делать. Сегодня, как верно было замечено, очень хорошее время для изменений. Надо думать, где оптимизировать производство в данном случае, надо думать, как меняться. Мы уже меняемся, новые формы для пряников придумываем. То есть мы будем меняться для того, чтобы нас покупали. А вот что вы ответите на обращение главы государства, оно и к вам адресовано, о том, что малый бизнес должен стать национальной идеей? Это все глобально и масштабно, но я думаю, что если на каждом предприятии все будет хорошо, бизнес будет работать, будут счастливые люди, будут счастливые семьи, и тогда все будет в стране замечательно. Надо стараться всем и каждому. И что вы в завершении нашей беседы скажете тем, кто сегодня нас смотрит, думает, открыть мне свое дело, не открыть, есть желание, есть хотение, но вот что-то вот сдерживается. Как вы советуете поступить в таком случае? Я бы переждала. Сейчас не самое лучшее время для открытия своего дела. Мне кажется, надо это будет попробовать сделать где-то через год. Я не могу точный рецепт дать, пока рано. Я бы сегодня не стала открывать собственное дело, я бы переждала. Юлия, спасибо вам большое за то, что поделились с нами своим опытом в предпринимательской деятельности и дали ценный совет, который, я надеюсь, поможет обязательно тем, кто у нас сегодня смотрит. Спасибо большое. Вам спасибо большое, что пригласили. Удачи. 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 Удачи.